Уважаемые студенты, сегодня мы начинаем курс, новый курс, который называется Утук-Профаньян, Национальная Духовность. Мы его переводить не будем, рекомендуется на этом курсе именно так, не переводить. И сегодня у нас первая лекция, но прежде всего мы познакомимся с вами. Меня зовут Жума Гамбетов Толгац Макулович, фамилию необходимо знать для того, чтобы найти меня в расписании. Я доктор исторических наук, профессор кафедры истории и религиоведения нашего Жбановского университета. У меня в руках, для того чтобы сэкономить время, у нас буквально 15-16 минут, у меня в руках тема сегодняшней лекции. Это, конечно же, то, что вы и так хорошо знаете, введение дисциплину, цели и задачи. И вот эти вопросы тоже запишите. Нажмите на паузу, приблизьте, если необходимо, и перепишите их себе в конспект. Конспект необходим. Этот конспект я потом проверю, как только закончится карантин. Спасибо за внимание. Теперь, что мы сегодня быстро рассмотрим. Для чего понадобилась такая дисциплина? Такая дисциплина понадобилась прежде всего из-за того, что в последние годы, с момента обретения независимости, Казахстан все время занимался вопросами экономики. Все наше общество в основном занималось вопросами экономики и политики. Вы, конечно же, не можете знать, что в момент обретения суверенитета независимости в 1991-1992 годах Казахстан столкнулся, так же, как и другие постсоветские страны, с жесточайшим экономическим кризисом. И этот экономический кризис продлился практически все 90-е годы. Первые ростки подъема экономики начинают наблюдаться только в нулевых годах. Поэтому все время занимались, наше общество занималось тем, чтобы найти оптимальное соотношение политики и экономики. И все время нужно было приглашать инвесторов, все время нужно было какие-то программы экономические выполнять. Но сейчас пришло время, когда нужно задуматься о духовности, о государственной идеологии, о духовности общества. Куда наше общество идет, что представляет собой наше общество. И на данный момент наше общество находится в не очень хорошем состоянии. Новое производственное отношение, связанное с капиталистическим строем, это отношение между богатыми и бедными. Вкупе с тем воспитанием, которое было во времена социализма, оно дало очень нехорошие всходы. Фактически пришлось в уголовный кодекс вставлять статью о разжигании национальных, в том числе классовых неприязней. Вот до этого дошло. Но нашему правительству удалось создать средний класс. У нас есть очень хорошие шансы, в отличие от многих стран, которые не переживали социалистический путь развития, но все равно стагнировали. Но у нас есть хорошая возможность перейти к обществу благополучному. Когда средний класс становится не просто средним, а благополучным классом. Но помимо этого, перед этим мы все-таки должны решить многие вопросы, связанные с национальной духовностью. Что представляет собой наше государство? Наше государство это национальное государство, которое строит для всех народов, которые здесь есть в Казахстане, определенную культуру, определенную духовность. И эта духовность основана на духовной культуре казахского народа. Поэтому основная цель нашей дисциплины, это донести до вас, что такое национальная духовность. Вот это является основным моментом, основной целью нашей дисциплины. Ну и помимо этого, конечно же, те задачи, которые мы будем выполнять вместе с вами. Это те задачи, которые стоят перед этой дисциплиной для достижения этой цели. Это вопросы, мы разберемся с вопросами того, что называется духовная культура, как материальная культура влияет на духовную культуру, что представляет собой в духовной культуре и в национальной духовности такие вещи, как казахские традиции, казахские обычаи. При этом мы для других национальностей, которые проживают у нас в Казахстане, не ставим себе задачу, что наша культура там выше и так далее. Но наша культура в Казахской Республике является определяющим. И вот эти моменты мы должны вместе с вами разобраться и понять, что нам нужно, в каком ключе мы должны воспитывать наше новое поколение, наших детей, а вы скоро станете, если вы уже не стали, отцами и матерями. И нам нужно решить очень-очень много вопросов для того, чтобы понять, что такое национальная духовность. К сожалению, те тренды, та техника цифровая, которая у вас в руках, она не дает прямого и быстрого ответа на этот вопрос. Те тренды, которые сейчас господствуют и доминируют, они не являются компонентами национальной духовности. Интернет, к сожалению, раскидывает человека на какие-то такие части, когда из этого получается не цельная личность, а что-то очень-очень нехорошее. Поэтому наша задача вот сформировать национальную духовную цельную личность. Что мы вместе с вами разберемся? Что мы должны вот в этих моментах усвоить? Конечно же, прежде всего, то, что казахская культура, казахская духовность, она возникла не сегодня, вот с момента появления этой дисциплины, не вчера и даже не позавчера. Казахская духовность – это традиции многих и многих поколений, и многих культур, и в том числе этносов, которые составляют казахский народ. Казахский народ, казахский этнос – это синтез, это объединение огромного количества различных этнических групп, которые проживали в степной зоне, которые занимались скотоводством, и не только скотоводством. До XVIII века казахское ханство в русских дипломатических документах называли страной 30 городов. Казахское ханство – это прежде всего городская культура. Это не только скотоводческая культура, поэтому мы должны усвоить некоторые моменты. Когда мы говорим «кочевая культура», и у нас в Казахстане говорят «кочевая культура», «кочевая цивилизация», «кочевые какие-то традиции» и так далее, это очень-очень условно. Понятие «казахи не были кочевниками» в полном смысле этого слова, как, например, «северные народы», которые вынуждены были все время кочевать. У казахов кочевали только баи. Очень небольшая группа населения. Вот лучшие годы вместе с баями увлекались еще, конечно, их бедные родственники. И самые-самые лучшие, самые тучные годы этот процент не превышал 15, ну максимум, может быть, 20 процентов во времена Золотой Орды, например. И вот этот момент очень важен для понимания. Мы должны заменить слово «кочевой» по возможности на такие понятия, как степной и скотоводческие культуры. Потому что казахи – это не только скотоводы, это казахи и земледельцы, которые жили вдоль Сырдани, есть казахи-купцы, о которых написано в таком документе, как «Шейбани» и «Намая». Это казахи, которые занимались ремеслом. У нас целая этнографическая наука, которая занимается ремеслом казахов. И так далее, и так далее. Но в каждой детали, в каждом хозяйственной отрасли, в каждом хозяйственном укладе есть такой момент, который называется духовностью. Человек – существо социальное, духовное, а потом уже материальное. Человек в единственном числе человеком не станет никогда. То есть, если взять человека, отделить его от общества и изолировать его от общества, из этого человека, ничего человеческого не зародится само по себе. Все, что есть в человеке – это отражение зеркала семьи и общества. А сверху общества, конечно же, этнического объединения, того, что называется народ, нация, этнос. Это очень и очень важно. И без духовности, без нормальной духовности, человек без духовности – это мангурт. Человек без духовности – это человек, который в любой момент может скатиться и уже скатился в алкоголизм, наркоманию и в другие, так сказать, негативные моменты. Если у человека нет духовности, он не сможет реализовать себя в этом обществе. Потому что только духовность определяет реалии этого общества. Не ты как физический вид, не ты с кровью, с хостями, скелетом и так далее. Нет. Прежде всего, то, что находится у тебя в голове. То, с чем ты коммуникируешь с другим человеком, с другими группами людей, с другими этносами определяешь себя, идентифицируешь себя. Я казах, я дунган, я русский, я украинец. Вот этот момент, она очень важна. И, конечно же, те этносы, которые оказались у нас в Казахстане, в окружении казахов, у них немножко другая культура. Например, украинцы казах Казахстана, русские Казахстана, они по такому духовному складу, по каким-то привычкам, по каким-то традициям, по наполнению, конечно же, будут совсем другими, чем украинцы, которые живут в Украине, или русские, которые живут в России. Вот на эти моменты я хотел бы обратить ваше внимание. А эти духовные приоритеты дают нам, наши лидеры. И, прежде всего, это, конечно же, духовные лидеры. Один из таких духовных лидеров, конечно же, является для нас это великий Абай, Ибрагим Кунамбай, Кунамбайова, который создал не просто поэмы, оставил нам не только ощущение сюздиаде, а оставил нам крупицы той философской мысли, которые будили казахов на протяжении веков. Он в письменном виде донес его к нам. И мы ему за это благодарны. Мы его приравняли к такой же личности у русского народа, как Пушкин. Для нас очень важно наследие таких джидидов, алашевцев, как Алихан Бухиханов, как Ахмебы Турсу. Это те люди, которые не просто были политическими деятелями, они занимались и считали своим долгом заниматься просвещением народа. Сделать так, чтобы грамотность стала полноправным, основным моментом казахской духовности. Сначала грамотность, и с помощью грамотности получение правильной духовности. И вот эти моменты, они являются для нас определяющими. И такими лидерами, конечно же, являются и мировые лидеры. Конечно же, вот среди них я хотел бы выделить, вот недавно читал лекцию нашим старшекурсникам, это Махак Маганди, Рабин Драгот Тагур из индийца. Это, конечно же, Будда. Это, конечно же, наш Пайхамар Мохаммад. Они, их, как бы вот такая функция в духовном мире состоит в том, что они сконцентрировали в себе огромное количество этических ценностей, духовных ценностей, и смогли сделать их какими-то мировыми ценностями, сделать их общечеловеческими ценностями. И если общество не может приобщиться сейчас к мировым ценностям, из этого ничего не получится. И в заключение я хотел бы в сегодняшней нашей лекции дать вам вопросы для закрепления. Вот эти вопросы для закрепления. Нажмите на паузу, перепишите, и чтобы в конспекте она была у вас. В силабусе, который мы вам направили, есть мой электронный адрес. И через электронный адрес можно послать краткие ответы на этот вопрос. А можете послать и видеоответы на этот вопрос. На мой электронный адрес. За видеоответы был бы благодарен. Хочется познакомиться со своим потоком гораздо, ну, скажем так, ближе, что ли, чем через тот гаджет, который сейчас есть. Спасибо за внимание. Встретимся в следующей нашей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok